Генеральная прокуратура провела расширенное заседание Республиканской комиссии по предотвращению незаконного использования и занятия земли. На мероприятии, прошедшем в формате видеоконференции, обсуждались вопросы распределения и использования земельных ресурсов, предназначенных для сельского хозяйства. С подробностями Надира Закирова. Эффективное и рациональное использование земельными ресурсами. В этом направлении, как отмечали участники встречи, только за последние три года приняты более 30 законодательных актов. Все они направлены на реформирование данной сферы. Вместе с тем, каждый год увеличивается объем бюджетных ассигнований на улучшение миллиардативного состояния земельных площадей. На эти цели, к примеру, в 2017 году было выделено 463 миллиардов суммов, в 2018 — 559 миллиардов суммов. Ну а в прошлом году сумма достигла 673 миллиардов суммов. Следует отметить, что для улучшения эффективности посевных площадей применяется самое современное оборудование. Также по всей республике на более чем 170 тысяч гектарах внедрены водосберегающие технологии, в результате чего состояние 303 тысяч гектаров непригодной земли значительно улучшилось. Кроме того, сокращение площадей с низкой урожайностью хлопка и зерна рассматривается в качестве приоритета для выращивания высокодоходных, ориентированных на экспорт сельхозкультур. В результате принятых мер в 2019 году 48 тысяч гектаров земли привели в пригодное состояние. Но несмотря на масштаб работы в данной сфере, все еще имеются проблемы и недостатки. Это касается распределения и использования сельскохозяйственных земель. Так, как отмечали выступавшие, некоторые ответственные лица буквально погрязли в коррупции. Именно они и создают бюрократические препоны в развитии данной отрасли. Вопросы серьезных нарушений земельного законодательства, незаконного использования земель, а также их самовольный захват стали главными темами для обсуждения на расширенном заседании Республиканской комиссии в Генеральной прокуратуре. На сегодняшнем заседании также были рассмотрены отдельные полномочия ответственных руководителей разных органов, которые в той или иной мере участвуют в решении вопросов управления земельных ресурсов. И в том числе нашего комитета тоже, перед которым поставлены конкретные задачи для того, чтобы достичь в ближайшее время полное исключение в случае нарушения земельного законодательства. В ходе заседания отмечал, что площадь орошаемых земель сократилась во всех регионах страны. В настоящее время резко увеличивается спрос на нее, что требует передачи любых резервных площадей конкретному владельцу, который бы использовал ее по назначению. Из-за того, что у нас еще не создана открытая и прозрачная система распределения земли, очень часто встречаются случаи злоупотребления, использования их не по назначению, в результате чего пахотные земли становятся непригодными для выращивания сельхозкультур. Далее в ходе видеоселектора ответственные лица Хакима областей представили отчеты о проделанной работе, рассказали также об имеющихся проблемах. Им были даны соответствующие рекомендации и установлены сроки выполнения поставленных задач. Кроме того, в ходе заседания говорили о необходимости усиления работы руководителей секторов, ответственных лиц в министерств и ведомств данной области. Отмечал, что рациональное использование и охрана земель, воспроизводство и повышение плодородия почв, сохранение и улучшение природной среды, создание условий для равноправного развития всех форм хозяйствования, а также укрепление законности в этой сфере позволят достичь конкретных результатов. По итогам мероприятия было решено принять комплексные меры для устранения нарушений и недостатков в распределении и использовании сельскохозяйственных земель.